Киев В Киеве холодно, очень холодно. И только дождь, спрашивает у Паши Шеремета. Услышимся завтра. Пронзительные строки журналистки Лилии Бурджуровой посвящены ее коллеге, журналисту Павлу Шеремету. Он мастер своего дела, искренний и честный человек, всегда веселый, позитивный и неунывающий. Одним из его принципов было жить каждый день как последний. Сегодня Украина прощалась с уникальной личностью и настоящим профессионалом, идущим в своих начинаниях до конца. Несмотря на то, что церемония прощания должна была проходить в украинском доме с 11 утра, за час до ее начала возле места последней встречи с Шереметом собралось несколько десятков людей с цветами. Они пришли почтить память журналиста, которого они любят и чтят, чей голос привыкли слушать на радио, занимаясь своими обыденными делами, и который по чьей-то вине навсегда отключен. Они приходили и дальше непрерывным потоком, приносили цветы, плакали и говорили ему последнее прощай. И, ну, в общем, какая-то растерянность и страх, и негодование, и отчаяние, в общем, куча всяких чувств. И не знаю, что дальше будет, вот что страшно. Мы не знаем, что дальше будет, что... И слушала всегда его утренние эфиры радиовести, и читала его материалы в «Украинской правде». И, ну, самое главное, эти его неповторимые интонации, его голос, его очарование. Вот, вот, действительно, что светлая людина. Вот, знаете, вот, коли дивился на него на экран, и, по-перше, вот, я его чула зранку, он «братья и сестры», как-то так он вдохновенно так поддерживал даже свою, ну, зякую передачу. Не хватает, как бы, такого, знаете, подъема. «Братья и сестры», то есть так по-белорусски, по-украински. Проститься с известным журналистом пришли также его коллеги, как из украинской журналистики, так и из России, где он несколько лет проработал на различных телеканалах и в изданиях, и которую, однако, вынужден был покинуть из-за своей принципиальной позиции. Шеремет считал аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины недопустимыми. То, что его убили, мне как-то очень точно рассчитали. Что вот нет еще одного голоса, очень важного голоса. Очень важного плеча, очень важной руки нет. У нас даже для тех, кто только позавчера услышал фамилию Шеремет, его отсутствие будет очень большой проблемой, очень большой потерей. Он был профессионал, очень легкий человек. А что не так часто торопляется с журналистами, они таки, зазвичай, украинские, таки все очень серьезные. Он не был серьезным. Он не был серьезным человеком. Но, как и въедливая человек, если ему что-то требовало дознаться, он дознавался, как правило. Почтить память Шеремета посчитали своим долгом также многие политики, народные депутаты и общественные активисты. Кто-то из них вспоминал теплые встречи с журналистом, кто-то искренне сочувствовал родственникам и сослуживцам Павла и не понимал, как такое могло произойти. Другие же пытались найти виноватых в случившейся трагедии. Единственное, что я сейчас понимаю, что в любом случае это была атака на страну. Этот человек был не просто журналистом, это было публичное лицо. Это было сделано на публику, для того, чтобы все заметили, чтобы никто не прошел мимо. Это означает, что это было для всей страны, против всей страны. Кто стоит за тем, чтобы работать против нашей страны, мы все прекрасно понимаем. Давайте не обманывать друг друга. В том, что не видеть контекста – это глупо. Очевидно, что все, что сейчас происходит, на руку конкретной стране, конкретному человеку, который сидит в Кремле. Это очевидно. Неважно, кто это сделал здесь, вне, то, что происходит сейчас, этот страх, который они нагнетают, эта дестабилизация, которая действительно происходит. Давайте быть честными, это всех нас вывело из колеи. Это действительно работает против страны. И это очевидно, что это работа тех, кто нас больше всего ненавидит. Церемонию прощания также посетил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства, а также его пресс-секретарь Святослав Цеголко возложили к гробу с телом журналиста цветы, а также выразили свои соболезнования родным и близким Шеремета. После окончания церемонии Павла Шеремета под возгласы толпы «Героины вмырают» увезли в аэропорт Борисполь, откуда тело журналиста самолетом будет отправлено в Минск. Именно там, на Северном кладбище, будет похоронен человек, ставший для многих символом правды, честности и свободы. Герои выбирают! Береги! Великобритания! Береги! Береги, Бер fitted! Береги! Береги! Продолжение следует...